На сегодняшний день, согласно информационной записке из СИБА, они информируют свое руководство о том, что со стороны штаба Додона идет массированная работа по двум направлениям. Люди Додона начали активно работать с примарами от ПАСЭР и ДПН, выделили им деньги перед каждым, ставя задачу дать минимум 50% голосов и также организовать подачки малообеспеченным гражданам от Додона для того, чтобы склонить людей голосовать за него. Додон поменял тактику. Уже не будут ходить с красными пакетами ПАСЭР, так как раньше ходили демократы, как ходил ШОР. Сейчас они это все поручили некоторым примарам и многим лидерам, у которых есть земли, у которых есть на складах разные виды сельхозпродукции. И якобы это будут помогать примары и лидеры без всяких там пакетов ПАСЭР для того, чтобы не попасться. Задача стоит сегодня выделить помощь продуктами питания порядка 200 тысяч человек. Из ассистенца Сучалы, насколько я понимаю, Додон выбрал 200 тысяч человек, которым тяжелее всего. Это, наверное, не наверное, а точно тут указано. Это есть среди них многодетные семьи, инвалиды. То есть пройтись по людям, у которых самая тяжелая ситуация, для того, чтобы обеспечить себе именно вот эти 200 тысяч голосов, чтобы Додон мог во втором туре сказать о том, что вот смотрите там, как меня любят люди. Потому что без этих 200 тысяч голосов Додон может не пройти во второй тур. Я видел реакцию на Додона в разных районах страны. Даже в тех районах страны, в которых Додон набрал более 50% в 2016 году, сегодня он там в некоторых не набирает даже 20-25%. Я уже молчу про центральные районы Молдовы. Сегодня Додон в панике, потому что видит, что проваливается он, продолжает падать. И видит сегодня рост наш по всей стране. Ему показали опрос, где усатый уже более 18-ти позавчера, и Додон в полной панике. Поэтому Додон не просто нервничает, а сходит с ума.